В эфире итоговая информационная программа в студии Ирины Ковалёвой. Здравствуйте! О событиях этой недели расскажут журналисты нашей телекомпании. Смотрите в этом выпуске. Открытый урок с президентом. Школьники страны смогли задать свои вопросы Владимиру Путину. 1 сентября в новой школе в Рязани появилось еще одно образовательное учреждение. Своими силами жители села Красильниково собирают деньги на ремонт дорог. 1 сентября прошел открытый урок с президентом. Школьники страны в режиме реального времени смогли задать свои вопросы Владимиру Путину и услышать лекции, посвященные профессиям и технологиям будущего. Подробности в репортаже Галины Ершовой. На прямой связи со школьниками президент Владимир Путин. В режиме онлайн-трансляции он проводит всероссийский открытый урок по профессиональной навигации. Присоединиться к встрече можно самостоятельно с помощью гаджетов или централизованно. Площадкой в Рязани стала школа номер 3. В ходе урока старшеклассники из разных регионов России представили проекты, с которыми хотят связать свою будущую профессию. Рязанец Дмитрий Денисов, ученик 11 класса, увлекается космонавтикой. Исследование дальнего космоса – это следующий шаг, этап развития человечества. А для этого нужны принципиально новые технологии. И я считаю, что изобретение космического ядерного двигателя – это сравнимо с ключом к закрытым тайным Вселенной. Будь то новый источник топлива или другие формы жизни. Идея молодого человека понравилась президенту. Он отметил, что те проекты, которые сегодня кажутся неосуществимыми, могут перевести человечество на качественно новый уровень. Это уже доказали Константин Циолковский, Владимир Уткин и другие именитые ученые. Королев нашел одну из идей, одна из идей его заключала в том, чтобы космонавтики летели на удаленном планете, окруженной водой. Ну, вы понимаете, какого рода идей уже для того, чтобы такие идеи реализовать. Вот то, о чем вы сейчас сказали, ядерный двигатель космический, может быть и способен сделать с его помощью, и, может быть, мы способны будем сделать шаг к этой, безусловно, очень интересной мечте человечества. И я желаю вам успехов этого сбора. Чтобы реализовать свои идеи, молодым людям нужны знания и навыки. Принципами работы с ними поделились руководители ведущих инновационных компаний страны. На прямую связь вышли и космонавты Международной космической станции. Образовательная программа продлится до 4 сентября включительно. В первый день проект уже объединил учеников и преподавателей из более чем 15 тысяч школ со всей страны. Присоединиться к ним можно на сайте проектория.онлайн. 1 сентября в нашем городе открыла свои двери новая школа. Она получила 75-й номер. А обучаться здесь будет больше тысячи человек. День знаний в этом году стал первым учебным днем не только для ребят, но и для самой школы. Как прошел праздник в новом образовательном учреждении, расскажет в своем репортаже Галина Ершова. Ранец чудо, только вот, милые подружки, и в леса сранец тот, все мои игрушки. Праздник знаний впервые отметили в школе номер 75. Более тысячи детей позистили торжественную линейку. Набрано 8 первых классов. Дружила с одной девочкой, которая сидела со мной за партой. Здорово. А как тебе учительство, твоя первая? Мне она очень нравится. На площадке перед зданием нет свободных мест. Каждый хочет увидеть, какая она – школа будущего. Увидеть главные достопримечательности родители смогли на централизованной экскурсии. Их провели буквально в каждый кабинет. Потому что она в нашем районе. Мы живем рядом здесь. Учитель наш ушел сюда. Директор очень хороший. Вот такие вот критерии выбора этой школы были. Ну и, конечно же, такого масштаба школа. Федерального, можно сказать, масштаба. Очень нравится. Очень нравится, да. Красивая школа, новая. Надеемся, будут хорошие учителя. Очень классно. Вообще, даже не ожидал, что такую школу построят. Потрясающе. Ничего раньше такого вообще не видел. Вау. Школу построили всего за 11 месяцев. Ее стоимость составила почти 800 миллионов рублей. Деньги пошли на закупку микроскопов, музыкальных инструментов, посудомоечных машин и многого другого. У нас ребенок в третий класс ходит, у них там шахматы, прямо на площадке. В общем, здорово. Я думаю, будет весело. И можно будет провести время, ну, вне уроков тоже хорошо. Директором школы номер 75 стал Виталий Еремкин. В команду бывшего начальника управления образованием и молодежной политики города Рязани учителя перешли с радостью. Есть какое-то волнение, ощущение. В здании это как в первый раз, в первый класс. Мы ее отмывали все вместе. Мы готовили ее к этому празднику. И сегодня, через мгновение, в этой школе прозвенит первый звонок. В этом году самыми старшими в школе номер 75 будут ученики восьмых классов. Право дать первый звонок выпало одному из них. Галина Ершава, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Первое сентября навсегда останется печальной датой для жителей города Беслан. Трагедию, которая завершилась торжественной первосентябрьской линейкой в Бесланской школе, вспоминали 1 сентября в библиотеке имени Горького. Первое сентября 2004 года в школе номер один города Беслана обернулась страшной трагедией. Тогда, во время торжественной линейки, террористами было захвачено более тысячи заложников, среди которых оказались ученики школы, их родители и педагоги. В результате теракта погибло более 300 человек, в том числе и дети. 13 лет спустя, 1 сентября, в Рязани, в библиотеке имени Горького вспомнили жертв теракта. Это лишь первое мероприятие из цикла событий, посвященных борьбе с терроризмом. Оно проходит уже третий год. Это очень хорошее мероприятие, это памятная встреча, вспомнить те события. Рассказать о них, ребятам, что там происходило, понять их оценку событий, нашу оценку, чтобы такое впредь не повторялось. На патриотической акции присутствовали школьники, студенты, курсанты. И хотя многие из них не могут помнить того страшного времени, когда вся страна вместе с Бесланом переживала за жизни заложников, они понимают масштаб произошедшей трагедии. Кроме того, они не просто пришли на акцию, но и приняли в ней участие. Ребята прочитали воспоминания выживших в результате теракта. Слез не могли сдержать ни дети, ни взрослые. Ангелина, студентка первого курса музыкального колледжа, прочла воспоминания одной из учительниц. В спортивном зале я ухаживала за детьми, старалась их защитить. Меня не пугали угрозы быть расстрелями. Я добилась возможности выйти из зала и сорвала лепестки роз, свалявшихся повсюду букетов. Эти букеты родители приносили на праздник. Я незаметно раздала эти букеты детям, эти лепестки детям. Они жевали их и тем самым хоть немного и таляли свою жажду. Я очень уважаю эту женщину, за которой читаю мысли, которые озвучиваю. Поэтому она, я не знаю, это действительно какое-то самопожертвование, самоотдача, безусловно, которая просто неописуемы словами. Гордость за то, что я могу это прочитать, рассказать людям. Цветы, игрушки и бутылки с водой, которой так не хватало заложникам. Все это приносили к школе в Беслане после теракта. Все это принесли участники акции «Помним Беслан» в библиотеку имени Горького. Также организаторы предложили всем продолжить фразу «Трагедия Беслана – это». Это трагедия, которую невозможно забыть. Это горе и слезы всего мира. Такие слова оставляли ученики рязанских школ, которые в этот праздник выходили из зала библиотеки со слезами на глазах. Из года в год история повторяется. И 1 сентября дети идут в школу. Помимо того, что меняется программа обучения, совершенствуются и технические возможности образовательных учреждений. Иванов, к доске. Кто из нас с замиранием сердца, затаив дыхание, не ожидал с драганием, что учитель произнесет именно его фамилию? Выйти к доске – всегда стресс для школьника, даже если выучил домашнее задание и готов к уроку. Однако в последние годы ситуация значительно поменялась, потому что в школах нынче наряду с традиционными досками используют доски новые – интерактивные. Я думаю, со мной согласится. Каждый учитель интерактивную доску можно считать большим помощником в работе. Мы уже не представляем свою жизнь без умной техники. Как взрослые, так и дети привыкли выполнять все действия на своих смартфонах с помощью одного нажатия. Так и здесь можно с помощью одного нажатия открыть некоторые предложения, папки, перемещать по рабочему столу, выполнять те привычные действия, которые делаем на смартфоне. Подобная доска – устройство сложное, но значительно упрощает жизнь учителя. Кроме того, такая система близка и понятна детям, которой сегодня буквально все умеют пользоваться различными гаджетами. По сути, интерактивная доска – тот же гаджет, но в увеличенных размерах и используемый в образовательных целях. Интерактивные доски в образовании используются достаточно широко, и в нашей школе мы их используем давно. Но, пожалуй, очень эффективно использовать их на уроке химии, поскольку с помощью интерактивной доски можно позволить детям выполнять различные действия, которые они не в состоянии выполнять с помощью обычного компьютера. Ну, например, вы сейчас видите на доске модель всей молекулы серной кислоты, которую можно вот так вот повращать в разных плоскостях. Кроме того, можно осуществить различные движения этой молекулы вот так вот с помощью рук. Можно ее увеличить, как мы это делаем на смартфоне, или уменьшить. Конечно, подобная форма представления – наглядная демонстрация модели в объеме, незаменима на уроках, например, химии или физики. С помощью интерактивной доски можно и лабораторные работы выполнять, но метод визуализации только подготовительный. Сами эксперименты – практику. Компьютерные технологии не заменят. Совершенно не обязательно эти эксперименты проводить специально на каждом уроке ради того, чтобы они только были. Какие-то уроки – это изучение теоретического материала, существуют уроки решения задач, но, конечно, когда на уроке присутствует химический эксперимент, это всегда вызывает огромные интересы учащихся. А еще хочу сказать, наше компьютерное оборудование позволяет этот эксперимент реальный проводить на большом экране с помощью документ-камеры. Пробирка помещается перед объективом документ-камеры, ученики видят эксперимент, видят пробирку в руках учителя, а вместе с этим они наблюдают его на большом экране. Мы это тоже практикуем. Школьник современный отличается от школьника, скажем, десятилетней давности. Общение ребят часто переносится на просторы интернета, и учитель не пытается ломать детей, но показывает, как правильно использовать всемирную сеть, с пользой для себя. Социальные сети мы активно используем. Это и классическая электронная почта, где есть электронный ящик у меня, например, и дети присылают мне туда домашние задания, либо рефераты, либо вообще то, что необходимо в ходе урока. Очень активно мы используем популярные среди детей, это сеть ВКонтакте. На стене можно выкладывать как какие-то сообщения, так и ссылки на необходимые ресурсы для урока, либо какие-то материалы, которые необходимы для урока. Ребята очень активно этим пользуются. Чем это хорошо, что мы показываем, как еще можно использовать социальные сети. Это не обязательно же на общении какое-то, но еще и в образовательных целях. Несмотря на то, что задачи у школы, как у образовательного учреждения остались прежними, методы сильно изменились под влиянием времени. Хочется сказать о том, что современный учитель, это, конечно же, продвинутый учитель. Чтобы быть интересным детям, необходимо развиваться в самых разных направлениях, в том числе в информационных технологиях. И если раньше учителю было достаточно закончить вуз и работать, набирать опыта, то сегодня учитель должен учиться фактически каждый день. Именно тогда, выработав свою какую-то траекторию развития, он будет интересным, профессиональным, востребованным. И дети, и учителя уже привыкли к использованию в учебном процессе умной техники. Детям комфортно, они перестали бояться выходить к доске или совершить ошибку. А учителям нравится вести урок. Процесс обучения, благодаря такому простому нововведению, превратился в интересное взаимодействие ученика и преподавателя. Отсутствием дорог в Рязани сегодня никого не удивишь. Но иногда проблемы бездорожья достигают таких масштабов, что передвижение от дома к дому становится невозможным, а порой и небезопасным. Жители улицы Щерса бьют тревогу. В их районе ремонт дороги крайне необходим. Ничейную дорогу обнаружили жители поселка Южный. За домом номер 37 на улице Щерса уже больше 20 лет не ремонтировали асфальтовое покрытие. Управляющая компания говорит, что не несет за нее ответственность. Городская администрация также не может назвать имя владельца территории. Они нам прислали ответ, что данная дорога ремонту не подлежит, поскольку не знаем, чья территория. Как так? В городе не знаю, чья территория. То есть мы боремся с этим уже на протяжении трех лет, это точно. Яму в полметра глубиной жители дома засыпали битым кирпичом. Но во время дождя границы лужи скрыты. Спокойно проехать здесь удается лишь местным жителям. Остальные машины периодически вытягивают с помощью троса. Оказывается, что вода стекает во двор с основной трассы, потому что дорога находится ниже уровня. Из-за отсутствия ливневой канализации и раскидистых деревьев лужам просто некуда деться. Грязь непролазная. Дождик, весной снег тает. Здесь лужи с детьми в дом творчества, детей водят в садики. То есть только либо на лодке на резиновой, как потоп, либо в сапогах. То есть это невозможно. Активисты дома обращались в дирекцию благоустройства города, управляющую компанию, префектуру железнодорожного района. И пока на их проблему никто не реагирует, им приходится искать пути обхода разбитой дороги. Да вот с палочкой хожу. Как? Вот мы устроили вот здесь вот тропиночку, вот здесь вот по травке ходим. И все. Нине Мазиной почти 80 лет. Больше половины жизни она провела в этом доме. Сейчас ей некуда выйти посидеть. Ни лавочек, ни детской площадки здесь нет. Однако женщина помнит, что в далеком 71-м отношение к придомовой территории и дороге было другим. Здесь у нас дорога убиралась, всегда убиралась. У нас муж с женой убирали, они убирали от дома управления. Потом они умерли. Я уж не знаю, сколько лет тут убирается. И все, на этом все прекратилось. Больше дорогу никто не убирает. Вы посмотрите, какой слой земли. Тут хоть картошку вот сажали ее. Уж скоро вообще, как будто вообще здесь асфальта нет. Одна грязь. Наша телекомпания направила запрос в администрацию города, чтобы разобраться, кто сегодня отвечает за территорию. В течение семи дней мы получим официальный ответ властей. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ну а жители села Красильниково уже даже не просят и не надеются. За ремонт дорог они взялись своими силами и, соответственно, за свой счет. И нового выхода из ситуации они не видят. Подробности в следующем материале. Живописное село Красильниково, расположившееся неподалеку от Спаска, в последнее время на слуху у многих. Ведь именно отсюда берет начало знаменитый род Головниных. Самым ярким представителем которого является Василий Михайлович, вице-адмирал, отдавший все силы служению России и флоту. Однако здесь, по сути, на его родине о знаменитых земляках и славной истории узнали только благодаря Татьяне Буровой. Больше 20 лет она проработала в школе, а в 2004 году благодаря воле случая начала работы по восстановлению фамильного склепа Головниных, облагораживанию их могил и не только. Был страшный ураган. И я шла вот по той дороге, где шел вот этот вихрь. И куда мне спрятаться, он прям по дороге идет, и я побежал сюда близко, и я побежал сюда в церковь. Когда я прибежал в церковь, встал в уголочек, а гляжу, тут было огромное дерево, уже на склепе выросло. Вот ветер ее приподымает вместе вот с этим окладом, да, и затихает, он опять назад хлюпает. И вот такой звон, звук из подземелья. Вот как будто меня кто-то просит, что мы тут, мы тут. Вот такой. И это, мне взял ужас. И говорим, что же мы свиньи? Открыт склеп. Тут все обвально было. И я никого не просила, никого, и я стала ремонтировать, засыпать. А значит, вылежала, наняла ребят, выложила большими этими камнями все и поставила на место часовню. Восстановление церкви, которая была построена в далеком 17 веке, также легло на плечи уже не молодой, но невероятно деятельной Татьяны Григорьевны. Ну а теперь к заботам о сохранении истории прибавились работы по благоустройству села. В прошлом году местные жители своими силами отремонтировали сельскую улицу. А в этом, к примеру, односельчан решили последовать и остальные жители Красильникова. Собрали деньги, дорогу к храму сделали. Вот, а теперь по улицу центральную сделали, по 7 тысяч собрались. Вот мы по 7 тысяч собрались, значит, уже половину сделали, Главнинскую улицу. А в субботу мы сделаем продолжение, что уже будем ходить и в туфлях, и в тапочках. Потому что так было после дождя только в резиновых сапогах. Стоит ли объяснять, что такое 7 тысяч для жителей Рязанского села, большинство из которых являются пенсионерами. Тем более, что дороги должны содержаться в порядке местными властями. Однако поселковая администрация постоянно находит какие-то отговорки. Хотя жители Красильникова не раз обращались за помощью. Конечно, обращались не один раз, но на нас говорят, мы плохие тут люди, значит, жалуемся, пишем об этом, обо всем. И к нам они вообще не приходят. И разные отписки нам дают, надуманные какие-то. Но мы не стали их больше тревожить, это бестолку. Помимо дорог у жителей села Красильникова немало проблем. Здесь нет ни школы, ни библиотеки, ни дома культуры, даже оборудованного медпункта. Итого нет. По словам местных жителей, председатель Троицкого сельского поселения Андрей Кабочкин не обращает никакого внимания на проблемы жителей села Красильникова. Узнать, почему обделяют вниманием жителей села Красильникова, мы решили в Троицком сельском поселении. Но, к сожалению, на рабочем месте никого не оказалось. По телефону нам также не удалось дозвониться до неуловимого председателя. У местных жителей одна надежда, что областные власти обратят внимание на тот беспредел, который творит местная администрация. Ну а Татьяна Григорьевна останавливаться на достигнутом не собирается. Пока есть сила, она будет заниматься и благоустройством села, и сохранением истории. Кстати, она написала уже шесть книг, посвященных истории рода Головниных. Правда, для издания «Шестой» необходимы деньги, которые пообещали выделить через Министерство культуры Рязанской области. Правда, пока это только слова, но Татьяна Григорьевна надеется, что данные ей обещания областные власти сдержат. Теперь вот ждем, когда кто мне поможет. Шеста и книги очень интересные. Конечно, это все архивные. И это чтобы не ушло в далекий ящик. Вот это люди будут читать и знать, кто тут жил, как тут жил. Ну а мы будем следить за ситуацией и еще раз постараемся связаться с председателем Троицкого сельского поселения. Время школьных каникул пронеслось незаметно, и сегодня школьникам остается только вспоминать веселые летние деньки, которые многие провели в лагерях. Одной из последних в Рязанской области закончилась смена лагеря актива «Пламенный». О том, как это было, расскажет Марина Комиссарова. Где, в каком районе находится «Пламенный» – вам не ответит ни один коренной рязанец. Хотя и существует этот лагерь вот уже ни много, ни мало – 42 года. Все потому, что «Пламенный» – это не стены, ни крыши, ни аппаратура и не огороженная территория. Это нечто большее, как говорят сами пламенцы. Этой смены в этом году охватило беспрецедентное количество участников. На базе «Солнечного» 320 детей приняли участие в смене, на базе «Санатория Колос» приняли 220 детей. В общей сложности 540 детей приняли участие в своем «Пламенный». Такое впервые за 42 года работы. Самые большие смены за всю историю. Да, в чем смысл лагеря? Это обучение активистов, да, это обучение ребят тем качеством, да, лидеров, которые им потребуются в дальнейшем в работе. Из года в год дети из разных школ, районов собираются в детских лагерях, чтобы провести незабываемые каникулы, найти новых друзей, встретиться с интересными людьми, научиться организовывать мероприятия и участвовать в веселых играх и занятиях. Поэтому тот, кто однажды прикоснулся к особенному миру, к особенной жизни в лагере, будет скучать и стремиться в следующем году. Следующим летом снова попасть сюда. Дети в отрядах с удовольствием готовятся к заданиям, встречам, мероприятиям. А самые увлеченные впоследствии возвращаются, даже если выросли из возраста, в котором можно проводить каникулы в лагере и становятся вожатыми. Когда ты ребенком, ты не знаешь, что будет происходить. А вожатым ты все это организовываешь, ты все это переносишь, готовишь. Когда я был ребенком, я просто не знал, что всякие декорации, они так тяжело делаются. Потому что в пламенном это не просто мероприятие, а мероприятие, в которое вкладывают душу. Вот прям серьезно, все вожатые вкладывают душу в эти мероприятия. В каждом лагере со временем возникают свои традиции, свои обычаи. И это еще сильнее сплочает ребят волей судьбы, попавших в одну смену. Каждый из этих счастливых, заряженных добром и весельем перед началом учебного года ребят знает, в следующем году он снова приедет в Пламенный. Рязанцам предлагают оказаться в прошлом и увидеть героев Брестской крепости. В нашем городе готовят выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Наша съемочная группа побывала на экспозиции, когда подготовка была в самом разгаре. Экспозиция расскажет о героической защите Брестской крепости от неожиданной атаки немецких войск в первые дни Великой Отечественной войны. Трехмерная панорама, такой формат у этой выставки, помогает представить, какой была обстановка 22 июня 41-го в ее центральной части. Если кто-то когда-то был в панорамах, то он поймет, что это нечто иное. Что здесь мы с вами попадаем реально на поле боя, на поле сражений, и мы увидим бой за Брестскую крепость как со стороны улиц, так и со стороны казематов, казарм. Причем здесь самое главное – это люди. Это рассказ о людях, о тех героях, которые в первые дни войны выполнили свой долг, выполнили свою воинскую присягу. В выставочном зале посетитель находится среди казарм, подвалов, внутреннего двора, берега реки. Выставка носит название «Герой Брестской крепости». Образы ее защитников запечатлены в скульптурах, для многих из которых прообразами послужили реальные участники тех событий. Один из них – капитан Иван Зубачев, уроженец Рязанской губернии. Он руководил обороной цитадели вместе с другими командирами. Они сейчас принимают решение о том, что делать защитникам Брестской крепости. И, возможно, на столе будут разложены документы. И мы увидим что-то похожее на черновик приказа номер один, легендарный приказ номер один. И мы знаем, что он был составлен капитаном Зубачевым. Именно поэтому он в центре, он здесь. И они как раз составляют этот черновик документа. Война вырвалась в выставочный зал. Ночью 22 июня 41-го по спящей крепости открыла огонь вся имеющаяся в 12-м армейском корпусе артиллерия вермахта. От Брестской крепости серьезного отпора немцы тогда не ожидали. Основные силы гарнизона отбыли в летние лагеря. В самой крепости остались 7 батальонов – ремонтники, тыловики и семьи офицеров. Те, кто в ней находился. Как они выглядели и что их окружало, мы видим сегодня на экспозиции. У нас есть идея показать в этом окне командира, его жену и детей, поскольку на территории Брестской крепости находились не только военные, но еще и мирные населения. Поскольку это действительно было, мы это действительно показываем. Сейчас в этой стороне художники дописывают баннер, это последние штрихи. И на живописном полотне мы видим, уже происходит бой. Это внутренний двор цитадели, где происходит сражение днем 22 июня. Бойцы вермахта и против наших красноармейцев, многие из которых не успели одеться, не успели взять вооружение с собой и сражаются подручными средствами. Сейчас уже понятно, что экспозиция займет около 400 квадратных метров и зритель сможет буквально окунуться в жестокую атмосферу того дня. Для того, чтобы впечатление осталось сильным. Над каждым элементом тщательно работают художники. Чтобы человек зашел и увидел атмосферу войны, чтобы создать фактуры натуральные, которые были в те времена по цвету, по живопису, по краскам, чтобы все было достоверно. Но особенность в такой экспозиции – это не только передать в красках реальность давно произошедших событий, но и показать историю, которая кроется в деталях. Перед нами герой. Сейчас над ним еще ведется работа. Мы видим, что у него будет топор. Причем такая деталь – топор будет взят с пожарного щитка. То есть мы понимаем, что в первые минуты, естественно, где-то царила паника. Склады с вооружением находились отдельно, с боеприпасами отдельно. То есть в первые секунды, в первые минуты была нехватка вооружения. Мы показываем, что этот молодой боец, схватив топор как раз со щитка, спрятался за броневик и поджидают немцы здесь. Организаторы выставки уже известны во многих городах России. Идея принадлежит команде «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Все их предыдущие выставки были также посвящены событиям Великой Отечественной войны. Основа нашей команды – это поисковый отряд в Сильбурге. То есть мы много лет занимаемся поиском солдат. И через призму поисковых работ рассказываем, показываем о войне. То есть не просто взяв исторический аспект, посмотрев фильмы, нет, она гораздо глубже и ближе. А для меня Брестская крепость – это символ мужественности и стойкости. Это память о моем детстве, когда я помню, что в гостиной у моей бабушки были сувениры из Брестской крепости и открытки, которые я рассматривал. Выставка «Герои Брестской крепости» начнет работу с 3 сентября в здании бывшего торгового центра «Полсенаут». Наша телекомпания поздравляет школьников, студентов, родителей и педагогов с началом учебного года. Напоминаем, что еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до понедельника и желаем хороших выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА